Субтитры сделал DimaTorzok Ну а сейчас мы продолжаем разговор о атаке Израиля на Иран, атаку, которую давно ждали, и вот она наконец состоялась, и я с удовольствием приглашаю в эфир Сергея Мигдалек, эксперта по вопросам безопасности, офицера запаса Международного управления полиции Израиля, автора телеграм-канала The Peacemaker. Сергей, добрый день, рад вас приветствовать в нашем эфире, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, спасибо, что пригласили меня в этот шаббат. Ну а как же быть-то, шаббат? Ну вопрос-то серьезный, поэтому приходится оторваться от чего-то возвышенного и опуститься на нашу бренную землю. Сергей, мы с вами две недели, чуть больше двух недель назад говорили, и вы как-то вот, мы говорили о грядущем, о грядущей атаке на Иран. Вы, как свойственно вам, в отличие от многих комментаторов, которые всегда знают все и обо всем, причем даже еще, как бы, Аятала Хаминаи не придумал, что ему сказать, они уже знают, что он скажет. Вы сказали, что точных данных, конечно, нет, но исходя из логики, так сказать, военного искусства, то есть первая атака будет состоять из нескольких этапов, и на первом этапе будут уничтожены системы ПВО, радары и так далее, и так далее. И вот, судя по всему, атака Израиля именно так и происходила. Как это было? Да, Александр, это были системы ПВО и радары, мы видим уже, данные сейчас поступают очень скупо, мы будем знать гораздо больше к вечеру, и особенно завтра, когда подгонят, и выхода такого нет, и неважно, что говорят иранцы, это я сходу говорю заранее. Надо отместить их в пропаганду, мы вообще не занимаемся пропагандой, с обоих, между прочим, сторон, стараемся объективно анализировать ситуацию. Поэтому уже завтра наверняка будут спутниковые снимки коммерческих компаний, которые, да, есть вот эти спутники, которые делают космические снимки, не военные. И там уже можно будет много чего увидеть, да, разрушенный завод по производству, скажем, беспилотников, он есть разрушенный, и никуда этот разрушенный цех не денется. Да, уже фотки были в интервью. Да, да, естественно, и более того, местные жители не только фото, но уже и видео сделали, мы видим, что в него очень хорошо вопали. И, конечно, дело в том, что многие места, кроме Тегерана, и это мы скажем сейчас отдельно, кроме вот этого пригорода Тегерана, многие другие места, где были нанесены израильские удары, они не близко к большим городам. Потому что речь идет именно о военных и оборонных объектах, в том числе и о ракетных базах, заводах производства ракет, позиционных районах стратегического ПВО, которые расположены таким полукольцом, в первую очередь, которое смотрит на юг и юго-запад, да, составляя как бы единую систему ПВО Ирана. И что делают, мы видим, я уже видел эти фото, полиция и служба безопасности КСИР перекрывают дороги, ведущие к этим атакованным объектам, не дают никому подъехать, да, очень жестко. Изымают даже у людей телефоны, проверяют телефоны у людей, которые едут оттуда, да, куда-то там, на работу, по делам, из какой-нибудь деревни, которая находится ближе к этому пораженному объекту. То есть они предпринимают серьезные усилия, чтобы как можно меньше утекло, и это имеет не только в пропагандистских целях, да, но и в целях, естественно, чтобы затруднить Израилю то, что называется у профессионалов Bomb Damage Assessment, то есть оценку результатов удара, да, результатов бомбардировки, ее эффективности. На основе которой, кстати, в том числе принимают и решение о следующих шагах всегда. Это очень важный момент. Когда речь идет о бомбежке такого рода объектов, важно, почему лучше им некуда убегать. Не убегают куда-нибудь позиционные работы районы ПВО, ни заводы по производству баллистических ракет и беспилотников, ни бункеры, где хранятся эти баллистические ракеты, тоже никуда убежать и спрятаться не могут, да. Они уже там, все это строилось годами, поэтому всегда и с вооруженной силой по решению, естественно, политического руководства могут слетать еще вылет или несколько вылетов и добавить, если что-то не добомблено. Не доделали, да? Так это делали, естественно, и союзники во Вторую мировую войну, да, вслед за огромными налетами на немецкие города и заводы, летели смелые ребята-разведчики на скоростных двухмоторных бомбардировщиках Москита. И рискуя там жизнью, и векляя этим скоростным бомбардировщиком местом, зенитками и истребителями, фотографировали все, все с близкого расстояния, чтобы это там маршалу Тедеру легло вечером на стол, свежеотпечатанные фотографии, и он мог сказать вот Харису, что еще надо добомбить и куда еще послать бомбардировщика, где уже не надо, потому что бомбить уже совершенно нечего. Это все будет делаться и у нас в ближайшие дни. Ясно, что израильский ВВС не нужно пользоваться для этого коммерческими спутниками, поскольку есть свои собственные разведыванные спутники и американские спутники, которые постоянно над этим районом находятся на геосинфронной орбите, и у них уже, я думаю, все на столе, все результаты. Это помимо, кстати, естественной аэрофотосъемки, есть данные, что вот последние две недели очень активно работали там израильские стратегические беспилотники класса Итан, особо дальние, да, такие, которые могут 36 часов в воздухе продержаться и летать на многие тысячи километров, а есть у него версия для возможности дозаправки в воздухе, да, такая штанга впереди торчит. Теоретически такой самолет может летать полгода, поскольку на его борту нету никого, кто хотел бы кушать, ходить в туалет, поведаться с мамой, с женой, поцеловать детей, да, в этом есть преимущество беспилотника. Ясно, что столько никто не держит, но теоретически может даже несколько дней полетать, если есть интенсивный режим работы, но обычно возвращается на базу, его сменяют. Эта атака, немножко начнем со стратегической темы все-таки. Как я и говорил, началась, естественно, с удара по системам ПВО, радарам. Я вижу, что нанесены удары по базе, где были системы С-200 и С-300. С-200 считается устаревшей системой, их по-прежнему много у сирийцев было, но осталось гораздо меньше. Немалую часть Израиля уничтожила. Именно такой ракетой сирийцы, кстати, подбили израильский самолет несколько лет назад, где наши летчики катапультировали, затянув до голландских высот. И такой же ракетой они уничтожили российские ошибки, российский разведывательный, какой-то был, Ил-20, по-моему, который возвращался на базу к МИМИ во время израильского налета. И эта ракета, она хоть и устаревшая, но если она такие на кого-нибудь нацелится, особенно тяжелому и медленному самолету, уйти от нее очень трудно, и она имеет огромную дальнюю. Поэтому это очень опасные ракеты, и их, я думаю, Израиль выбивал вместе с С-300 в первую очередь. Там есть еще другие комплексы, всякие иранские копии советских комплексов, есть еще советские старые Торы, которые они получили, по-моему, в 90-х годах, но эти комплексы вообще не представляют угрозу для наших самолетов. А С-400 есть у них уже? С-400 у них нет и не было. И когда они очень хотели его получить, и вот несколько дней назад, после их удара, сказали, что русские собирались их доставить. Надо, естественно, четко понимать, что когда речь идет о таком комплексе, которых у Ирана нет и никогда не было, от доставить до его развертывания и ведения в оперативную боевую готовность может пройти от полгода до года. Поэтому он к этому удару был вообще нелевантен никак. Ну, естественно, хочу подчеркнуть, что израильская авиация знает, как и с этим комплексом справляться. И работает, в первую очередь, таким образом, что комплекс ничего не видит, ослепляют его. А проблема, вот, кстати, всех этих зенитно-ракетных комплексов современных, в отличие, скажем, от старых добрых зенитов, немцы и англичане, кстати, уже во Вторую мировую войну начали эксперименты, уже ввели в действие вот зенитный огонь, который корректировался с помощью радаров, которые искали в небе ночью самолеты, да, чтобы точнее населиваться. Но в теории можно, имея тысячи стволов тяжелых зенитных орудий, палить, как говорится, по площадям. Так делали, кстати, вьетнамцы во время Вьетнамской войны против американских самолетов, особенно против низколетящих штурмовиков. Так сбили, например, Джона Маккейна, да, когда сотни зениток и тысячи пулеметов тяжелых стреляли вверх, да, шквалом огня. Низколетящий штурмовик имел хорошие шансы на что-нибудь из этого напороться. С зенитными ракетами это так не работает, да, если зенитная батарея не видит, к чему стрелять, а на экране у операторов сплошной белый снег, никто ракетов запускать не будет. Поэтому тут очень важно выбить эти радары, как я понимаю, был нанесен удар и по важной радарной станции, да, это не просто радар какой-то конкретной системы, а это крупный радар, стратегический, который служит вот главным прикрытием Ирана на западном секторе, то есть вот со стороны Ирака, Персидского залива. Он теперь уничтожен. Я думаю, завтра мы увидим эти фотографии. Я, когда вот рассказывал, что, наверное, будет, говорил, что еще раз первый этап, отделившийся от каких-то спецопераций, это действительно уничтожение ПВО и радаров. Но поскольку Израиль чувствует себя достаточно уверенно с точки зрения превосходства наших военно-воздушных сил над иранским ПВО и иранским ВВС, это просто факт жизни, да, не потому что иранцы там плохие летчики или ракетчики, а просто потому, что у них нету современных настоящих систем ПВО, подходящих к 2020 годам, и нету совсем современных самолетов. Самолеты у них вообще те самые, вы упоминали о Вьетнамской войне, так вот у них те самые фантомы, которые летали во Вьетнаме. У них даже несколько, осталось около то ли 12, то ли 15 F-14, из них летает, может быть, 4 или 5. Вы понимаете, что такое 4 или 5? Ну, помните, они сопровождали знаменитые кадры, как летит этот самый нынешний президент, и его сопровождает несколько этих самых фантомов, и он с ними, значит, по рации переговаривается, очень красиво гордец. Совершенно верно, это хороший самолет, очень старый для F-15, F-16, F-35, он вообще никакой угрозы не представляет, естественно, но тем не менее, еще раз, что я хотел сказать, что параллельно с уничтожением вот этих систем ПВО и работа продолжится, я думаю, это еще удобный момент, Израиль мог себе позволить одновременно нанесить удары не только по системам ПВО, потому что сейчас по науке надо сначала всю систему ПВО уничтожить, ну, кроме там наплечных ПЗРК и ракет малой дальности. Тогда уж спокойно бомбить, как хочешь. Но поскольку еще раз Израиль чувствовал себя уверенно, то параллельно с ударом по системам ПВО мы видим, что нанесены были удары, в том числе и по другим военным объектам. Ну, в общем, поднятные объекты, да, это заводы производства баллистических ракет, я вижу, заводы по производству беспилотников. Это вот те беспилотники, которые идут, кстати, и в Россию, которые поставляют, извините, хуситам, поставляют так называемым этим ополчением в Ираке, проиранским, хаджаль шааби, катай, физбала, поставляют которых, которые, кстати, поставляли во многое и физбале, в основном в виде разобранных компонентов. Надо понимать, что это такие, они так построены и довольно умно, из композитных материалов, что можно разобрать их, да, снять крылья, отдельный двигатель, запаковать их и везти вот компонентами, что гораздо труднее заметить. И везли их либо авиацией тогда раньше, а потом, после того, что Израиль все время бомбил, те аэропорты, где их разгружали, стали возить их колоннами через Ирак и Сирию и собирать их уже на фабрике либо в Западной Сирии такая была, которую упорно называют сирийским автомобильным заводом. Ну, все автолюбители знают, как они рассекают по улицам Мюнхена, Москвы, Лондона на сирийских суперкарах или просто семейных автомобилях. Вот замечательно. Или что? А, это мне приснилось. Нету таких автомобилей. В общем, сирийский автомобильный завод при ближайшем осмотрении... То есть автомобильный завод есть, а автомобилей нет, да? Да, да. А собирали там, конечно, если кроме шуток эти беспилотники, достаточно простой процесс, да, их не надо было производить, достаточно было там рабочей силы, которая умеет. Это, собственно, было на основе каких-то больших авторемонтных мастерских, имеющих отношение к этой компании, контролируемой когда-то сирийской армией, теперь контролирует корпус сразу исламской революции. Вот этот завод несколько дней назад разбомбили, вы видели эти кадры, израильские самолеты. Так вот, завод, который производит реально эти, он теперь разбомблен. И про него у нас есть уже фото и видео, они поступили. Где-то там недосмотрели ксировцы и несколько там смелых иранцев. Сфотографировали, сняли видео, мы видим у вас сильные разрешения. То есть ракеты пробыли крышу. И не то, что главное, что они разломали крышу и стены, а главное, что они поразили внутри. Оборудование. Оборудование. И сами эти беспилотники, были уничтожены склады беспилотников. Как я понимаю, также были нанесены удары вот на западе уже, если посмотреть на карту, на юго-западе Ирана, по базам баллистических ракет. Опять, мы мало чего знаем, пока не получили еще спутниковые снимки и какие-то более полные данные. То, что мы знаем, что последние три недели, ожидая удары, иранцы как бы рассредотачивали эти ракеты, то есть везли их на грузовиках, какие-то другие места из тех мест, где они обычно находятся. Да, и многие тогда писали в социальных сетях, что вот, что же мы теряем время, вот смотрите, они же готовятся, они же сейчас вот все там уберут, то, что нужно. Да, ну, я так понимаю, что в Израиле все это отслеживали, поскольку сверху видно все, как пели в старой советской песне, и ударили по тем местам, где их привезли, естественно, да. Еще раз, и это еще одна причина, почему как бы так вот иранцы могут себе позволить рассказать, что ничего не было, потому что понятно, что их не прятали там в центральных улицах Тегерана, это все-таки Нибиру, да, или в каких-то городах, их везли в какие-то другие склады, укрытия, заранее, может, подготовленные вот эти полуподземные хранилища, которые у них есть. Я знаю, что Израиль за всем этим наблюдал и, естественно, постарался насколько можно их уничтожить. Тут не надо как бы себя обманывать, для того, чтобы уничтожить, сильно подорвать иранский ракетный потенциал, хотя бы на том уровне, как вот подорвали с середины сентября ракетный потенциал дальних тяжелых ракет из Балы, это за одну ночь не сделают. Это надо много, много, много раз это делать, постоянная кампания, не давать им поднимать головы, и это, наверное, будут делать, но позже. Тут вот вступает, конечно, в игру стратегический момент, момент вообще очень тонкий, ясно, что было с самого начала огромное давление со стороны администрации США вообще не делать ничего, но понятно, что почувствовали в Белом доме, что на этот раз нельзя просто заставить Израиль не делать ничего, и они старались со всех сил как бы купировать этот удар, держать его в возможных рамках, чтобы избежать вот столь нелюбимой... То есть Иранцам оставили как бы лесенку для того, чтобы слезть с высокого дерева, то есть все вот эти потери, все эти удары, они теоретически могут быть скрыты, и то, чем они сейчас, собственно, и занимаются, что все это ха-ха-ха, никуда не попали, ничего не попали, вот смотрите, как все здорово. Да, совершенно верно, при том, что, еще раз, Израиль мог бы сделать, вот говорят, там речь есть такие сложные вещи, да, как одной стороны, например, нефтяные терминалы, нефтепрерабатывающие заводы, которые весь мир очень не хочет, чтобы Израиль это делал, потому что это было бы одновременно скачок цен на нефть, может, только Путин хотел бы этого, и с другой стороны, явная возможность, что иранцы в отместку начнут бить по американским базам и нефтетерминалам Саудовской Аравии, Эмиратов и Бахрейна, да, для чего у них есть все возможности, есть буквально тысячи ракет на старте, да, дальности до 700 километров, которые все туда запросто достают из Ирана, они не достают до Израиля, но их зато очень много, да, и на Израиль было сильное давление, то есть или ядерные объекты, которые Израиль тоже мог рассказать, но атаковать с непонятным, да, результатом, это очень сложная работа, они очень защищаются сильно ПВО, и, конечно, главное, очень сильно запрятаны многие здесь под землю, это серьезное дело, это тоже вызвало, естественно, очень резкую реакцию Ирана, в том числе и по Америке, но был как бы и третий вариант на будущее, да, который Израиль тоже принял не делать, то есть гораздо легче для Израиля было бы еще раз найти удар вот по то, что называется символом власти Ирана, то есть режима этого, начиная, не знаю, от офиса Рахбара, верховного правителя, и его второго офиса в городе Кум священном, я не знаю, офиса президента Ирана, штаб-квартиры корпуса СССР, и исламской революции в Тегеране официальный, все знают, где это здание находится, да, ясно было, что если бы Израиль это сделал, еще раз, это ничего, сделать это не сложно, это незащищенные объекты с точки зрения поражения тяжелых ракет, но это чисто символическая была бы атака, это, безусловно, бы вызвало тогда уже быструю очень эскалацию, у айранцев бы не было другого выхода, и Израиля решили, не посоветовавшись с нами, что пока этого делать не надо, в том числе, во-первых, вступая американскому давлению, хотя американское давление, оно как всегда принимало форму вот кнута и пряника, да, было не только давление, там, крики и угрозы какие-то на закрытой линии разговорах с Галлантом и Нитанияо, но и пряники в виде достойнейших, только что проголосовали в Конгрессе еще за какие-то миллиарды для нашей ракетной обороны, да, там 5 миллиардов выделяют дополнительно, да, 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 то есть там день, деньги сейчас пойдут, и параллельно, как мы видели, за последнюю неделю это могли видеть читатели моего телеграм-канала Peacemaker, просто беспрецедентный воздушный мозг, я считал 23 гигантских транспортных самолета Глобмастер, которые привезли вот компоненты этой стратегической противоракетной системы, которая похожа на систему Хэтс, только она рассчитана в оригинале, там в его разработке израильские инженеры участвовали, в рамках вот этой общей программы, это называется MBD, да, Ballistic Missile Defense Program, у них такое есть красивое лого, которое всегда мы видим рядом с комплексом Хэтс, вместе с символом ВВС, оно и финансирует все эти наши противоракетные программы, и вот эта система, она против ракет межконтинентальных, Израилю это не нужно, да, сколько Израиль не собирается там с Россией и Китаем, а вот Америка и ее союзникам это естественно нужно, и это дает Израилю, да, то, что вот эти батареи расположены теперь на израильской территории, где-то там на юге, они находясь в одной точке практически защищают весь Израиль как единую точку, да, они могут перехватывать вражеские ракеты, если удачный перехват, в 150-200 километров по горизонтальной линии от точки потенциальной поражения, да, скажем, от Тель-Авива, или газа на Ивативе на большой высоте до 50-70 километров, уже в верхних слоях атмосферы или даже на дне. Но это, по сути дела, аналог ХЭЦ-3, правильно? Да, аналог ХЭЦ-3 только еще с большей дальности, возможности гораздо более дальнего поражения, да, то есть, в принципе, они рассчитаны на то, чтобы поражать ракеты, которые летят в состоянии нескольких тысяч километров, и преимущество еще в том, конечно, что мы знаем, что несколько раз проводились учения с ракетчиками именно из этого подразделения американского, по-моему, два как минимум раза физически их доставляли, да, для них уже сделали позиционные районы, вот, которым сейчас воспользовались. Там уже все рассчитано, расписано, ограждено, это как база, да, которая была в спящем состоянии последние три года, с последних этих учений, или два, они называли Джунипер Кобра. И тут быстро очень поставили, то есть, буквально в схитанные часы вся эта система уже была готова к бою, она работает, интегрирована с существующими в Израиле вот этими радарами. Гринфайн, разработанный компанией Эльта, израильской аэрокосмической промышленности. То есть, это как бы такой, как-то, не знаю, как плагин такой, или диск он-ки, который вставляешь в компьютер, и он работает. В этом смысле, не надо ничего тренироваться, все это подготовлено, все офицеры этой батареи, прибылых всего 100 человек, уже работали с их израильскими коллегами на учениях, да, и поэтому это, безусловно, помогло Израилю, и, как бы, всегда есть возможность, Иран снова пытается атаковать, и это, безусловно, позитивно. В Израиле это решили так, позитивно воспринять. И теперь будут решать, что делать дальше. Можно тут понять, что, уже как бы не я один сказал, что речь идет сейчас практически о первой иранско-израильской войне. Да, это не третья ливанская, это не война с Хамасом в Газе, это не война с хуситами. Все то, что я сейчас сказал, это всего лишь фронты различной этой войны, но еще министр обороны наш вот придумал эту фразу про семь фронтов, так оно и есть. И в Израиле во многом пользуется сейчас все-таки такой периферийной стратегией. Периферийная стратегия, значит, в первую очередь, учитывая ту тяжелейшую ситуацию, в которой Израиль попал, кстати, агрессии, да, Хамасской фейсболы 7-8 октября, к которой Израиль был вообще не готов совершенно, ни ментально, ни физически. И нас спасло от гораздо более ужасных потерь только какой-то отчаянный героизм наших солдат и полицейских и добровольцев на юге 7-го октября. И про это еще, я думаю, будут снимать фильмы. Я с некими этих людей, да, лично знакомы в дружеских отношениях, особенно ребята полицейские из Берота, которые во главе с, как вот, Даней Коэн, по-моему, который там живет, да, глава Южного округа, который с пистолетом сам, да, воевал против террористов, вооруженных тяжелыми пулеметами и гранатометами. Он генерал полиции, между прочим, да, не боевый имам, да, сам воевал, защищал своих жителей, да, потом взял у погибшего, по-моему, террориста автомат Калашникова, воевал с ним, ну, вы помните, там же рядом и Афаким, и Натевод, все это отдельная история. Так вот, для того, чтобы эту войну выиграть, для того, чтобы нам, в конце концов, убедить, это очень долгий и трудный путь, сначала нужно было вот ликвидировать первичные последствия этого нападения и начать с ними разбираться, учитывая еще раз то, что Израиль вступил в эту войну, как говорится, с холостого хода, не будучи готовым к ней, и в первую очередь, как бы, как можно быстрее нивелировать угрозу от Хамаса, этим занимались в первую очередь, мы знаем, да, по понятным причинам, естественно, как мы теперь понимаем, Иран, ну, который стоит за Хизбаллой, ну, и сама Хизбалла, немножко очевидно не рассчитали и ошиблись, как и многие другие люди, которые думали, что Израиль быстро сдаться, ставит на колени и капитулирует, и не ударили одновременно или быстро сразу после Хамаса, а вот вели эту политику, да, военные на медленном огне, да, очень довольны своим достижением того, что столько людей на севере Израиля, кстати, были вынуждены эвакуироваться, да, и обезблюдили наши северные города и поселки, и позволили, по факту, да, несмотря на всякие проблемы, будь то обстрелы из Кутитов или из Ирака, или эти северные обстрелы Кизбаллы, велотекущие, позволили Израилю вплотную заниматься Хамасом, уничтожением его лидеров, командиров его батальона, разрушением его инфраструктуры, деградацией боевых возможностей Хамаса, практически 11 месяцев спокойно, да, на остальных фронтах, мы видим, был просто беспокоящий огонь, а тут Израиль позволил себе сконцентрироваться, в том числе Хизбалла своим поведением позволила, и Израиль совершенно, пользуясь этой ситуацией, выбрал сам время и место перехода в наступление против Хизбаллы, всю эту историю мы уже обсуждали и знаем как, это еще не конец, да, сейчас, я как раз хотел спросить, а как повлияет на ваш взгляд вот эта вот атака на Иран и то, что вроде бы Иран заявил, что они не будут отвечать, кстати, это тоже еще не факт, да, они сегодня сказали так, завтра они скажут так, это же решает-то там один человек в основном все эти вопросы, насколько, на ваш взгляд, на них произвело впечатление вот эта вот атака, мы помним с вами, когда первый ответ был Израиля, да, когда был уничтожен вот этот самый радар, все говорили, что вот Израиль им показал, как мы можем, но как выяснилось, на них это, их это не сильно впечатлило, или может впечатлило, но не тех, кто принимает решение, вот сейчас, на ваш взгляд, это впечатлило, так сказать, тех, кто принимает решение, то есть, а это ухами на Ире, там приближенных к нему, там генералов, КСИР или кого-то? Может быть, кого-то и впечатлило, в том числе, в первую очередь, людей, которые имеют отношение к их ПВО или военному производству, которым надо этим заниматься конкретно, но там, особенно в руководстве, КСИР, есть очень упертые люди с комплексом мессианским, недаром вы помните, да, бывший, собственно, генерал Захиди, который был ликвидирован, вместе со всем своим штабом, еще двумя генеральными генералами, в Дамаске, 1 апреля этого года, у него было прозвище, очень важно это, чтобы понимать, иранский мессианским мессианским мессианским, позже, он был махдауи, махдауи, ну, от слова махды, махды, это тот самый пророк, который должен появиться, когда будет вот конец света, что они пытаются подтверждать, да, и все, да, попадут в рай, да, ну, правильные люди, фииты, последователи, имама, а все остальные вад, соответственно, да, то есть, вот так его называли, еще с тех времен, когда он был молодым офицером, вместе с Пулеймани, во время войны Ирано-Иракской, они воевали, против Саддама Хусейна, и вот тогда у него же было такое прозвище, в том числе и потому, из-за его шиитского вот огня, его пассионарства шиитского, да, эти люди для них там, ну, ну, то есть, они в фанатике, неважно построим заново, да, они очень умеют играть в долгую, да, понимаете, и я считаю личное мое мнение, что против таких людей, вот эти вот самые, как это нам не смотрим на иврите, вот эти самые послания, таковым образом, они вообще не работают, да, ну да, для них это слабость, то есть, не смогли нас убить, работает хорошо, это их физическое уничтожение, вместе со всеми штабами, шуринами, свекрами, и всем чем угодно, и всей инфраструктурой, вот это работает хорошо, да, как говорится, можно процитировать, одного грузинского человека, который это описал, одной короткой фразой, да, он месяц же и не посылал никому, вот в данном случае, еще раз, поэтому я думаю, что никакое тут это самое, такое впечатление, в том смысле, чтобы иранское руководство приняло решение поменять свою политику, не идти, не продолжать конфронтацию с Израилем, нет, этого совершенно не будет, и Израилю придется эту работу продолжать, вот именно этим самым модульным способом, и надо все-таки понимать, что еще раз, израильский ответ, он разделяется, как тут на две части, одна часть, это вот открытая военная, которая в данном случае беспрецедентная, если вы помните, то тут ответный удар, который был 19 апреля, в результате которого был уничтожен радар, и батарея С-30, рядом с Исфаханом, к ядерным центру, вот говоря, о показательном ответе, да, показательный ответ, который Израиль не принял о себе ответственности, уже помню, сообщения о нем в нашей прессе были со слов иностранной прессы, да, и каких-то мутных спутников снимков от фирмы Максар. Сейчас все-таки ситуация другая, в том смысле, что израильское правительство и служба, пресс-служба ЦААЛа официально взяла на себя ответственность, официально все заявила, выпустила видео про то, как начгинштаба и главком ВВС с кем-то там разговаривает и смотрят на экран, и я думаю, что к вечеру выйдет и видео уже о самой операции, где мы будем видеть летячие самолеты, заправщики и уходящие из крыльев ракеты, но, то есть, это другое, этот рубик, он уже перейден, то, что сделано, да, можно сделать еще один раз, но у израиля всегда есть параллельно, он, естественно, продвигает и ответ теневой, то есть, ответ в области той специализации, которой занимается наше внешнее разведство Массад. И он может произойти, естественно, в любой момент, еще раз, но это, опять же, дело очень важного тактического выбора этого момента, тогда, когда это будет удобно Израилю, чтобы этот результат можно было использовать очень быстро, да, и на основе его построить уже какую-то серьезную серию действий, операций, которые действительно наносут реальный ущерб иранскому режиму, его возможности приносить вред Израилю. Это наша цель, если подумать о стратегической цели, да, и тут это идет целем войны нашей, когда есть у Израиля какая-то программа минимум, программа максимум. Программа минимум, кстати, включает в себя уничтожение действительно власти Хамаса, его военной и правительственной структуры в Гаде. Это программа минимум Израиля. Даже программа минимум это максимальное уничтожение и нивелирование возможностей Кизбалы вредить Израилю, обстреливать его, предоставлять угрозу для наших северных поселений. А вот программа максимум, скорее всего, это в том числе и что к концу этой войны будет нанесен такой тяжелейший удар Иранскому режиму, что ему придется очень много лет работать и оправляться, чтобы снова иметь возможность угрожать Израилю. Серьезно, в военном смысле, вот, чтобы он не мог делать такого, как сделал, например, 1 октября. Сейчас еще до этого далеко, но я понимаю, что в том числе наше руководство терпеливо ждет, на результатах выборов в США. По-моему, осталось дней 10 или 2 недели. Да, ноября. И это повлияет очень сильно на принятие решений, на следующие шаги, которые Израиль будет предпринимать, потому что Израиль работает не в вакууме, и это должны понимать люди. Очень легко критиковать, я понимаю их фрустрацию, я сам был бы рад, да, если бы там осталась бы только одна большая воронка, но... А вот, Сергей, когда вы говорите... Торопиться не надо. Торопиться не надо, да, вот когда вы говорите про цели, а вот смена режима АйТол в Тагеране, то есть освобождение иранского народа от режима АйТол, вот такая задача может быть поставлена? Ведь это там на заднем плане. Я лично уверен, что такая задача не поставлена и не ставится израильским правительством, я считаю, и не должна быть поставлена. Давайте смотреть правде в глаза. Освобождение иранского народа это должно быть, скорее всего, дело рук иранского народа. Или американцев на ходу и конец. Сомневаюсь, да, то есть единственное, в чем я уверен, если бы американцы этим занялись, то стало бы еще хуже, как показал опыт в последних десятках лет. Как говорится, да, может не надо прокурору. Так что, нет, это должен заниматься этим именно иранский народ. Но помочь-то ему можно каким-то образом? Делайте другие актеры, как Америка, какие-то создать условия для этого. Поскольку ясно, что режим иранский, как все, не вечен, там куча проблем совершенно объективных. Экономических, политических, социальных, сепаратистских. Что специфично до Ирана. Не у каждой страны такое есть. У Ирана это и есть очень тяжелые формы. Только вот сегодня биладжийские повстанцы с утра убили полтора десятка иранских ксировских пограничников. Да, ксировских пограничных охраны. Недалеко от границы Пакистана в иранском Биладжистане. Обратите внимание, что эти боевики, их лагеря тренировочные, они действуют, естественно, с территории Пакистана. Вика, дружественного, помните. Да, обнимались недавно совсем. Да, обнимались, а потом перед этим друг друга бомбили немного. Там свои проблемы. Но сами иранцы, кстати, это относится, предваряя ваши вопросы, к ситуации в Ливане. Да, я думаю, что после опыта 1982 года никто не будет заниматься тем, что Израиль должен освобождать Ливан, решать его проблемы, создавать там какое-то правильное правительство бискетболы. Это должны делать сами ливанцы. Как они это сделают и возможно ли вообще это, никто не знает, я не знаю тоже. Вчера я, например, кстати, говоря, уже затронули эту тему, видео, которое выпустил молодой член парламента. Да? Вот. По имени его зовут Надим Джумаэль. И это сын того самого Башира Джумаэля. Он же не такой молодой, но молодой выглядит. Ему 40 лет с копейками. А этот Башир Джумаэль, да, это тот самый убитый, между прочим, Хизбалой, боевиками Хизбалы, но по заданию сирийской разведки, которая это подготовила. Тогда у Хизбалы еще не было самой такой возможности с точки зрения взрывчатки и техники. Он же погиб во время выступления на съезде победном там своей партии фалангистов после того, что стал президентом Ливана. Это мы говорим про август 82-го года или сентябрь. Успел пробыть президентом две недели. И вот этот Надим Джумаэль прямо говорит, что пришло время положить конец тому, что Хизбала держит весь ливанский народ в заложниках, ее надо разоружать. Ну, я вижу, там впереди паровоза идет уже очень постаревший Самир Джаджа, бывший глава ливанских сил так называемых, известный своей жестокости. Именно его отряды были ответственны за резюме палестинцев в Сабрии и Сатилии в 82-м году в сентябре. Вот, и он чуть ли не идет в президенты сейчас, после того, что тот кандидат, которого поддерживала Хизбала, снял свою кандидатуру. Сейчас есть кандидатов несколько, полная непонятность, и по-прежнему нету, кстати, ни у кого голосов и кворума, чтобы его выбрали в парламенте. Да, так что по-прежнему президента нету в Ливане. И в Ливане это накопилось, еще раз я говорю, в Ливане это гораздо более возможно, потому что Ливан все-таки не тоталитарное государство, полуразвалившееся, но уж, конечно, не тоталитарное, как Иран. И поэтому, если Хизбала ослабеет достаточно, есть вот какой-то порог, которого мы не знаем. Ниже этого порога, если он расслаблеет, и найти его, может, только эмпирическим путем, опытным, тогда, как еще раз, на тяжело раненого тигра, все вокруг шакалы и гиены, набросился. А кема промахнулся, да? Да, в природе иначе не бывает, да, ничто не поменялось за тысячи лет человеческой истории, просто никто это не знает, это делается методом проб и ошибок, зависит зачастую от какой-то смелости или наглости каких-то местных лидеров, но мотивации у всех для этого хватает, я внимательно слежу за тем, что говорят и ливанские друзы, крестьяне, суниты, кем совершенно не хочется погибать вместе с Кизбалой, да? И люди говорят сейчас в открытую такое, что год назад они не смели говорить, да? Вот люди знали, что эти год назад такое скажут, те могут приехать и просто дома застрелить и выкинуть с балкона на улицу и запретить твой труп убирать. Ну, как у Хамаса в Газе. Сейчас в Кизбале не до этого по понятным причинам. Они боятся на улицу выходить с оружием. Нигде не видно теперь боевиков в Кизбалле. Если вы заметили, Израиль теперь ведет четкую политику, что при попытке хоронить погибшего в бояках из Балы Израиль наносит удар по похоронам. Да, то, чего раньше никогда не было, кстати. Если раньше такие похороны, это был целый военный парад, да? Ну, как бы параллельно с оружием, флагами. Вот они перестали это делать. После того, как Израиль несколько раз ударил и погибло там много боевиков и полевых командиров и теперь вот они прячутся, да? Хотя в отличие от, как я понимаю, боевиков Хамаса они сняли военную форму. Я вижу, что они продолжают воевать в своей военной форме и в касках, да? Все-таки будучи гораздо более упорядоченной почти государственной структурой, но по улице они так не ходят. Они прячутся, если ездят, то только на гражданских машинах, а не на своих военных тендерах, да? Продолжительность жизни такого, это три минуты в среднем, на любой дороге Южного Ливана, да? Как вы понимаете, как говорят, достаточно кадров в архиве, есть каждый день про это. И поэтому их основная сейчас задача, они хотят сохранить свои силы, хотят насколько возможно наносить вред в Израиле, поэтому каждый день запускают ракеты, пытаются какие-то, добиться каких-то достижений, ну вот типа попадания по базе этих самых молодых бойцов в Голландии или вот удар по дому в Кейсарии, например, который еще раз не имеет на самом деле стратегического значения, но как бы они считают это удар по символам, это же свои пропаганды, покушения на премьер-министра? Да, точно так же, как и Фелькишер Бабахтер кричала о каждом удачном попадении ракеты Вау-2 в центр Лондона, и просто я хочу, чтобы люди понимали, потому что люди жалуются, одна ракета Вау-2 попала в станцию неглубокого залегания недалеко от Темзы, ну вот это, по-моему, линейный дистрикт, который строился с открытым способом, на станции укрывались, как вы понимаете, сто или сотни людей, ракета попала, пробыла, это неглубокое перекрытие, погибло 140 человек, 800 раненых за один раз, и такое происходило иногда каждый день. Большие части Лондона были разрушены, и, как понятно всем нам, у британского государства не было никакой противоракетной обороны, чтобы этим ракетам Вау-2 противостоять, да, и падали они совершенно неожиданно, кстати, в отличие от ракет Вау-1, которые были практически дронами, да, дальнего действия от ракет Вау-2 не было даже никакого предупреждения, совершенно, это было очень страшно, и у англичан, у британцев не было никакого выхода, как в цепи в зубы, продолжать воевать, пока, как бы, не уничтожили фашистскую гадину, то же самое нам нужно сделать и с Хамасом, и с Хизбиллом, безусловно, а Иран, это другое дело, да, Иран, я не исключаю, что при дальнейшей эскалации конфликта Израилю может придется нанести удары такого масштаба по Ирану, чтобы, ну, как по словам одного американского генерала из 60-х годов вернуть действительно Иран в каменный ветвь, и там, в отличие от какого-нибудь Афганистана, да, или даже Вьетнама, из 60-х годов есть что возвращать, поскольку Иран все-таки была сравнительно развитая страна, что, в общем, зашлуха первого, иранского шаха, да, и сделать это придется для того, не потому, что мы не любим иранцам, а просто для того, чтобы Иран потерял свои возможности наносить прямые удары по Израилю, да, не имея, естественно, например, современных ВВС и баллистических ракет, Иран это делать не может, поскольку находится от Израиля далеко. Сергей, и последний вопрос, вот, каким оружием Израиль наносил эти удары, потому что были разговоры о том, что применены были системы, которые раньше либо не использовались, либо использовались очень-очень мало. Насколько мне известно, в основном это были системы военно-воздушных сил, хотя еще раз, в Израиле есть системы, которые базируются в военно-морских силах, то есть на наших подводных лодках это крылатые ракеты, и есть, кстати, иноземные носители, баллистические, крылатые ракеты наземного базирования, опять же, по, и тут вы меня должны извинить за эту фразу, но по сообщениям иностранных СМИ и Федерации американских ученых, это те самые, которые придумали это в часы судного дня, да, у Израиля есть 200 ядерных боеголовок, и они утверждают, они, те самые американские ученые, безымянные, что эти вот ракеты на подводных лодках и баллистические ракеты израильские разных типов, переходом в 2 и 3, они существуют именно для доставки вот этих специальных боеприпасов. На практике это не означает, что они их нельзя использовать, как уже сделали американцы, что они начали еще в конце 80-х годов придумывать, использовать эти самые ракеты для доставки высокоточных обычных боеприпасов, да, чтобы иметь большую гибкость применения. То, что те же ракеты «Тамагавка», о которых мы все слышали, они разрабатывали под ядерную боеголовку, да, как часть тратегической триады, гибкая, да, которая может преодолевать противоракетную оборону легче, чем баллистические ракеты. А потом придумали ставить на них обычные боеголовки и вот использовать их во всех вот этих американских войнах, интервенциях, начиная с войны в Золиве, естественно, это было первое массовое применение. Также вот эти ракеты, которые, например, используются, по словам тех самых американских ученых, на израильских подводных лодках, на них можно вместо той теоретической атомной боеголовки установить обычную боеголовку и известен как минимум один случай, когда эти ракеты были использованы вот в таком режиме для удара, для уничтожения склада с ракетами «Яхан», это российские противокорабельные ракеты, это был чуть ли не тот раз, когда там один раз, что там Россия очень обиделась и Лавров, потому что было прямо рядом с российской базой, этот удар произошел, были огромные взрывы и, что характерно, тревога прозвучала после взрывов на базе, после того, как этот склад взорвал. И говорят, что это были выпущены ракеты с подводной лодки в Средиземном море. Понимаете, с этим бороться очень трудно, поскольку никто не видит этих самолетов, а тут это подводная лодка, которая находится под водой. Я не знаю, использовалось ли это сейчас. Есть еще баллистические ракеты, и в теории, я знаю, есть такие разработки у американцев. То есть поставить на тяжелую баллистическую ракету, которая делает под ядерную беголовку, поставить вместо этого мощный конвенциональный заряд с так называемым планирующей боевая часть, которую можно управлять на последнем участке, то есть он должен быть высокоточный и заходит из верхних строев автосферы на огромной скорости, сделанный еще с каким-нибудь ракетным ускорителем и специальным особо твердым наконечником. Это дело, чтобы как раз бить по бункерам. В свое время были договоры между Америкой и Советским Союзом, запретившие такого рода разработки. Почему? Потому что считалось, что поставка на вооружение подобных систем очень увеличивает риск ядерной войны. Например, американцы запускают такую баллистическую ракету, чтобы стукнуть по кому-то в Афганистане из штата Миссури, но в Советском Союзе и в Китае не знают. Что за головку там летит? Может, там мегатонна летит это самое, на ракете не написано. Сейчас все эти договоры в любом случае развалились, я знаю, что Америке быстро разрабатывают. Это такой гиперсонический боевой блок, который может воюзировать, и он как бы не ядерный, а он позволяет очень высокоточные поражения сильно защищенных целей. Бункеров, в том числе командных бункеров, бункеров, где хранятся ракеты, в принципе, ничего не мешает Израилю. Израильный договор и не подписан разработать такого рода боевой блок для ракеты Ерехо. Вопрос, делали это или нет, это все настолько секретно, никто ничего не знает. То, что мы вот знаем, что были, что в отличие от, например, Йемена, где очень слабое ПВО, и где помимо использования крылатых ракет и управляемых бомб, которые можно стрелять, запускать даже со 100 километров, есть в Израиле такие бомбы, класса Спайс, там одна из бомб ее можно даже запускать со 120 километров, настолько она раскрывает крылья и планирует с большой высоты, что, естественно, оставляет летчиков полной безопасности от всего, почти всего обычного ПВО. Но, тем не менее, мы видели, как в Ходейде наши F-35 совершенно нагло заходили на малой высоте на бреющем полете и добивали еще раз еще одной бомбой вот эти портальные на экран, которые не все до конца упали. И они могли это себе позволить, потому что у Хуситов нету серьезного все-таки ПВО. Одно дело сбивать беспилотники тихоходные, летящие со скоростью 300 километров в час по прямой линии, другое дело пытаться сбить сверхвуковой истребитель, высокоманевренный, да еще и с признаками вот этого самого СТЭЛ, труднозаметный для радара. В Иране все-таки другое дело, в Иране мощное ПВО, оно еще не уничтожено, как мы говорили, часть его была уничтожена вот этой ночью, часть, но не вся. И поэтому израильские ВС пользовались то, что называется по-английски stand-off weapons, то есть крылатые ракеты и аэробаллистические ракеты, запускаемые с большой расстояния. Ну, с крылатыми ракетами в общем все уже знают, что это такое, да? Такими, кстати, пользуется во всю Россия своими ударами различных типов по целям Украины. Кстати, такими пользуется Украина. Все слышали про ракеты вот эти самые Scalp и Storm Shadow, французские и британские, это практически одна и та же ракета. У Израиля есть своя собственная линейка, в то время Америка казалась составлять Израиле тамагавки, Израиль разработал свои ракеты разных типов. Такие ракеты морского базирования находятся на подводных лодках, но есть вариант этой ракеты, когда-то она называлась Popai, она была настолько хорошая, что ее купила Америка. Ими вооружены, кстати, бубордировщики в одном из вариантов Б-52, носит их под крыльями или у себя в брюхе, очень хорошие ракеты, очень малозаметные для радаров, у них американское название IGM-142. Израиль с тех пор разработал уже более продвинутые, более дальние варианты этих ракет, крылатых, их несут либо F-16 Ай Суфа либо F-15 Рам, это же израильский вариант Strike Eagle американского. Надо понимать, что F-15 тяжелый может нести 10 тонн боеприпасов. 10 тонн боеприпасов это больше, чем несла летающая крепость гигантская с экипажем 12 человек, которая могла взять 7,5 тонн бомб. Британский Ливанкастер мог взять 10, самый большой, мог вести знаменитую 10-тонную бомбу. Большой шлем, которая превращала в пыль целых квартал немецких городов, один за другим. Одна бомба могла уничтожить сразу 20-30 многоэтажных домов. Без каких-либо жалоб в ООН, я хочу заметить. Привет Гутеррешу отсюда. Где-то в Москве или в Казани. Так вот, эти крылатые ракеты, их можно запускать и с нескольких сотен километров. В принципе, в теории, имея хорошие системы противовоздушной обороны, их можно сбивать. Эти можно сбивать, кстати, если их заметить, даже истребителями. Они летают сравнительно медленно, несколько сот километров в час, не более девятисот, они не являются противопоковыми, но их очень трудно заметить. Особенно есть израильские ракеты Рампедж, которые успешно уже не раз использовались в Сирии, использовали и в Йемене. Вот они были использованы и для более защищенных целей, с точки зрения которой может находиться в защищенных зданиях, в бункерах, использовались так называемые аэробаллистические ракеты. Примером, кстати, такой ракеты является многим уже бывший на слуху российский кинжал, который по ошибке или специально про гандистских целях называли гиперзвуковым оружием, это не то. Это баллистическая ракета, которая является все лишь вариантом весьма неплохой ракеты с наземной пусковой остановки, а с самолета вешается под крыло очень тяжелого истребителя, поскольку обычно ее поднять не может, средний истребитель, такой, не знаю, Су-34. Вот этот тяжелый Виг-31 может, конечно, он огромный, разрабатывали как сверхдальний истребитель, чтобы гоняться за американскими гладировщиками, он такой большой тяжелый грудоподъем. В Израиле соответственно разработали тоже целую линейку таких ракетов и даже немножко переплюнули российских коллег. Это три, по-моему, ракеты, Blue Sparrow, Silver Sparrow и Black Sparrow. Есть еще отдельное семейство, кстати, Golden Spruce, по-моему, называется. Вот эти ракеты вышли из семейства ракет Анкор, которые в оригинале разработала израильская авиационная промышленность для испытаний наших противоракетных систем. Их запускали там с моря, специального судна в направлении полигона на восточном Средиземноморье, а Снегева запускали вот, например, модели ракет Hetz, еще первые, Hetz-1. Они из себя изображали баллистическую ракету, но тот же скат, как был у Саддама Хусейна, который не стрелял в сторону Израиля. А потом уже на основе этого разработали эту ракету как боевое оружие. Подвешивая его, я себя в телеграм-канале поставил фотографию, которую поставят для равновесия и для дальности полета большой топливный бак. И вот третий вариант этой ракеты, по-моему, The Black Sparrow, он отличается от кинжала тем, что он двухступенчатый. То есть у него гораздо больше дальность. Не как кинжала 300 километров от точки сброса, а, по-моему, чуть ли 600 или 700. То есть ему не нужно залетать в воздушное просторство Ирана, например, поразить тот же Тегеран. С международного воздушного пространства он ее запускает, одновременно сбрасывает уже израсходованный этот бак, восстанавливая как бы равновесие центроплана, разворачивается и красиво летит домой. И с таким большим этим топливным баком дополнительным ему, по-моему, даже в 15-м и не надо даже заправляться. То есть он делает весь этот путь туда и обратно, не пользуясь услугами дозаправки в воздухе. И вот сегодня мы уже видели кадры, что в Ираке местные колхозники нашли вот эти отвалившиеся до вот этой ракеты аэробаллистической. Эта ракета она чем отличается? Ну что, во-первых, она дает такое большое расстояние от точки запуска для летчиков, обеспечивая их полную безопасность. Нету никакого ПВО, которое может на такой дальности сбить израильские самолеты. Даже С-400 на это не способен БУБ. А с другой стороны, поскольку это аэробаллистическая ракета, которая движется на огромных скоростях, из-за этого по ошибке иногда это занимает гиперзвуковое, но гиперзвуковое оружие это не то. Это крылатая ракета, которая может двигаться на скоростях, превышающих несколько раз скорость звука. Это гораздо более сложная задача. А тут эта баллистическая ракета, она на огромной скорости летит к цели, и эта огромная скорость Купе с боеголовкой, которая есть, позволяет поражать в том числе и высоко защищенные цели. Вот в отличие от крылатой ракеты, у которой всего скорость как мы сказали несколько сот километров в час, тут скорость может быть 4-5 раз превышающей скорость звука на терминальной фазе. И вкупе с боеголовкой это значит, что такая ракета может пробить несколько метров бетона вообще без проблем. Если речь идет и о скажем каком-то грунте, песке и так далее, то она может зайти вглубь на десятки метров, ее боеголовка специально запрограммирована, чтобы взорваться на особой глубине, что коллапсирует различные бункеры, туннели. Вот это большое преимущество этих ракет. Их использовано, мы видели вот эти утечки из Американского Министерства Обороны, последнее, что я хотел сказать, и эти утечки собственно и указывали вот на эти типы ракет, которые они видели, как их готовят на базах «Неватим» и «Тельнов». Да, ну тут работает американская разведка, они прекрасно знают в каких ангарах и в каких так называемых бункеров, так у нас на военных базах на юриде называют то место, где хранятся боеприпасы, бункер. Даже то место, кстати, где хранятся патроны для автоматов и пулеметов, он тоже называет бункер. Как молодой солдат, это было одно из тех мест, где надо было стоять и охранять его, вместо всегда охраняется, как и оружейная комната, если, конечно, на базе не разглядяясь люди. И американцы, очевидно, видели, из каких бункеров открывают ворота и что оттуда вывозят, даже если было накрыто, это как бы профессиональная работа. Понятно, что это знают, и Израиль, я уверен, понимает, что речь идет о затяжном конфликте, это долгая война с Ираном. Поскольку долгая, ясно, что все это не расходует за один раз. У Израиля есть еще эти такого рода ракет разных типов на еще много таких дней и ночей и много боевых милетов, это при том, что сейчас очень развернулось в последние месяцы или разворачивается собственное производство этих многих боеприпасов. Скажем, например, бомбы, которые я укуминул, я не знаю, использовались или нет, это бомбы Рафаэль Спайс. У них есть бомбы прекрасные, которые не хуже американских, Спайс 500 тысяч и 2 тысячи, по-моему, 2 тысячи это почти тонна, это номер означает фунты в мест, да, 2 тысячи фунтов это 900 с чем-то килограмм, почти тонна. Так вот, их делали в основном последние годы, израильские ВСМ усиленно пользуются, но сделали их в Америке. Кстати, Техас на заводе по компании Рейте, он по израильской лицензии, что позволяло, естественно, получать их от Америки бесплатно в рамках американской помощи в больших количествах. Учитывая все то, что мы пережили за последний год, было принято решение делать их в Израиле теперь в больших количествах, а не только на маленькой сборке. Чтобы не зависеть от решения того или иного политика. Недалеко, кстати, от завода, как я понимаю, в Рамадбека, где Львид построил завод, который работает в производстве снарядов, который будет делать 600 тысяч снарядов в год, 155 миллиметров. Это больше, чем вся Европа делает. Там же достраивается завод РФЛ, где будут выпускать творочные линии этих самых бомб. И строятся и уже их будут делать дома. И, как я понимаю, работают сейчас вовсю, поскольку их понадобится немало. Этими бомбами, естественно, пользуются и в Сирии, в первую очередь в Ливане, между прочим. Я хочу как бы закончить тем, что то, что было сделано на этой ночи, это всего лишь Израиль все равно показал малую часть того, что у него есть с точки зрения возможностей. И, ну, это в первую очередь, как мы понимаем, политическое решение руководства. Это как бы промо, увертюра, но необходимая, безусловно. То есть она сделает для нас полезное дело. Но это только начало пути, еще в нем много... Я осмелюсь добавить, что за этим, вот за этой атакой с большим интересом и вниманием наблюдали все наши соседи. То есть я сейчас беру в первую очередь арабские страны, которые, конечно же, осудили это вероломное нападение Израиля на Иран, но тем не менее с большим интересом и трепетом ждали, чем же все это закончится и продолжают ждать. Посток, дело тонкое. Спасибо. Спасибо большое. Я еще раз напоминаю, что с нами был Сергей Мигдель, эксперт по вопросам безопасности, офицер запаса Международного управления полиции Израиля, автор телеграм-канала The Peacemaker. Подписывайтесь на канал Сергея Мигделя, там очень интересная и оригинальная информация. Ну, а я еще раз благодарю Сергея. Всего доброго. Шаббат шалом. Продолжение следует...